МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Ветто вечерний вестник. Я Антон Шибанов. Здравствуйте. Об основных событиях этого дня в Прикаме расскажем в ближайшие 20 минут. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Новые температурные рекорды в Прикаме и рост числа возгораний. В МЧС надеются, что погода на этой неделе поможет снизить число пожаров. Он говорил, что спецагенты на задании под прикрытием на деле оказался ранее судимым драгдилером. В итоге получил новый срок. Все-таки будем ездить без кондукторов. В департаменте транспорта изучают ошибки бескондукторного эксперимента. 38,6 градусов выше 0. Такое значение зафиксировали в субботу в Чайковском. И для Пермского края это новый температурный рекорд для этого времени года. Но вместе с погодными рекордами в МЧС отмечают и всплеск пожаров в Прикаме. Только за последние три дня их фиксировали по 10 в сутки. Но погибших от огня в сводках, к счастью, нет. Самые крупные возгорания случились в поселке Южный Каспажский Кизеловского городского округа. Там горели сарай на площади в 500 квадратных метров и на птицефабрике в Чайковском. Здесь огонь обнаружили в цехе по заготовке кормов. В 23 часа 49 минут местного времени на пульт диспетчера пожарной охраны города Чайковский поступило сообщение о загорании корма цеха птицефабрики Чайковска. По прибытию пожарных подразделений было установлено, что горит кормоцех на площади примерно около 1200 квадратных метров. Для тушения пожара было использовано 7 звеньев газодымозащитной службы. Пострадавших и погибших нет. По прогнозам синоптиков, на этой неделе температура воздуха в Прикаме опустится до плюс 15 градусов. Также возможны и дожди. В этой связи пожарные надеются, что в регионе снизится и количество возгораний, в том числе и в лесах. В ближайшие два года в Красновишерске построят дом культуры. Сроки во время визита в эту северную территорию Пермского края назвал губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, Красновишерский – единственный на сегодняшний день округ, который не имеет такого учреждения. Екатерина Рухтина продолжит тему. Городской парк – любимое место отдыха жителей Красновишерска. Комфортная тенистость и красивый вид на местные природные достопримечательности теперь дополняет и благоустроенная территория, которую жители оценили по достоинству. Теперь здесь не только гуляют и катаются на велосипедах, но и фотографируются молодожены. Намного лучше стало. Есть где посидеть, где отдохнуть, где выйти, ну то есть где прогуляться. Даже вот у меня муж футболист, он проводит тренировки, тут сделали хорошую беговую дорожку. Благоустроили парк в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Качество выполненных работ в рамках рабочей поездки в Красновишерск лично проконтролировал глава региона Дмитрий Махонин. А вот на этом месте в ближайшие годы появится новый дом культуры. Местные жители высказали пожелание, чтобы стилистически он был похож на тот, что стоял здесь прежде. Новый проект разработан с учетом этого мнения. Он включает не только строительство здания дома культуры, но и комплексное благоустройство прилегающей территории. Планируется здесь детская площадка, набережные, зона активного отдыха, перед ДК. Большую площадь сделать, чтобы городские праздники проводить можно. А это проект уже реализованный. В прошлом году свои двери для читателей открыла городская модельная библиотека. Здесь создан современный интеллектуальный центр, где комфортно пребывать как взрослым, так и детям. В нашей библиотеке изменилось очень многое. Мы обновили фонд. Вообще я работаю с детьми, с дошкольниками. Для дошкольников появилось очень много книг ярких, красочных. Модельная библиотека стала в рамках реализации нацпроекта «Культура», инициированного президентом России. Обращает на себя внимание, конечно, уникальная детская модельная библиотека, которая действительно по последнему слову развития библиотечного дела построена. Вместе с тем есть вопрос болезненный, я бы сказала, для Красновишерской. И тот вопрос, который я возьму сейчас для себя на контроль, это вопрос, связанный со строительством Дома культуры. Самое сложное, конечно, это поиск всех средств, объединение всех средств для того, чтобы проект осуществить. Здесь же глава региона пообщался с руководителями соцучреждений Красновишерска. Наиболее острые вопросы взяты на контроль. Пермский край меняется. При активной поддержке края, федерации, в территориях развивается и образовательная среда. Так, по нацпроекту образования, в местной школе открылся центр «Точка роста», на базе которого ребята изучают учебные дисциплины и занимаются проектной деятельностью. Можно научиться моделировать детали и выпускать их через д-принтер. Можно научиться конструировать роботов и все, что любят дети. Все, как правило, говорят, «Точка роста» – это здорово. Планы по дальнейшему развитию проектов в территории глава региона обозначил в рамках состоявшегося выездного заседания правительства. Одно из главных решений – финансирование строительства нового дома культуры. Сегодня на правительстве было принято окончательное решение, что в следующем году начнется строительство дома культуры, который сгорел, был утерян. И Красновишерск – это единственный районный центр, который не имеет собственного дома культуры. Задача в ближайших 2-2,5 года – дом культуры построить. Мы это сделаем обязательно, чтобы жители почувствовали улучшения, которые они должны видеть здесь и сейчас. Вопросы местного значения жители смогли задать профильным министрам краевого правительства в рамках личного приема граждан. Все они учтены и будут прорабатываться уже в ближайшее время. Екатерина Рухтина, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». У медиков в Пермском крае самый высокий показатель по вакцинированным от коронавируса сотрудникам – 85%. Далее по убыванию работники социальных учреждений – 65% привитых и 63% вакцинированных среди работников крупных промышленных предприятий. Но в то же время, передает Минздрав, в регионе есть заводы и организации, где вакцину от коронавируса поставили более 90% работников. В сфере образования полностью иммунизированы чуть менее 60% сотрудников вузов, средних учебных заведений и школ. Всего же на сегодняшний день первый компонент вакцины в крае поставили 637 тысяч человек, оба компонента – 495 тысяч. По данным Роспотребнадзора, 23 августа в Пермском крае зарегистрировано 478 новых случаев заболевания, скончалось 29 человек. В больницах сейчас 3517 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них 187 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Он говорил, что на задании и что кто надо, тот в курсе. В Перми задержали мужчину, у которого изъяли несколько килограммов наркотиков. А полицейских он уверял, что работает под прикрытием. Но в суде его, словом, не поверили, и мужчина получил реальный срок. Материал Юлии Рожковой. Дилера с крупной партией психотропных веществ поймали с поличным. В автомобиле при обыске обнаружили более 4 килограммов наркотиков и 800 тысяч рублей. Но 47-летний мужчина утверждает, что он агент под прикрытием и якобы участвует в спецоперации. Как такую вину я не признаю. Ну, если признавать, то я должен догадаться на сцене, посудимым вместе с работниками ФСБ. В ходе расследования уголовного дела были допрошены сотрудники ФСБ России по Пермскому краю. Версия обвиняемого не нашла своего подтверждения. Если рассматривать вопрос о том, что он действительно действовал в рамках оперативного эксперимента и находился, так сказать, на связи у сотрудников управления ФСБ по Пермскому краю, то они должны были составить определенные документы оперативные в соответствии с законом об ОРД и оперативно-розыскной деятельности. Должны были составить документы. Должны были составить акт вручения наркотических средств. Все это должно было быть задокументировано в присутствии понятых, в присутствии видеофиксации и так далее. Ни одной из данных доказательств невиновности представлено не было. Мужчина ранее был судим за убийство и мошенничество в особо крупном размере. Ленинский районный суд города Перми признал его виновным. Дилера приговорили к 13 годам колонии особого режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. Осужденный и его адвокат подали апелляционную жалобу. Юлия Рожкова, телекомпания «Ветта». О сроках внедрения бескондукторной оплаты проезда в Пермском транспорте можно будет говорить в четвертом квартале этого года. Отказываться от внедрения такой системы в Пермском департаменте транспорта не собираются. Об этом сообщил начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин в эфире радио «Комсомольская правда Пермь». По его словам, сейчас ведется работа над устранением недочетов, которые были выявлены в ходе эксперимента по бескондукторной оплате проезда. По его словам, переход на такую систему будет проходить в течение нескольких месяцев, чтобы пассажиры успели привыкнуть, а увольняемые кондукторы найти новую работу. Прямая линия работает. В Перми после обращения к руководителю городской думы благоустроители срочно навели порядок в одном из дворов. По словам местных жителей, два последних месяца рабочих тут не видели ни разу. Но после обращения на прямую линию ситуация изменилась за выходные. Бурьян сменился аккуратным газоном. На улице Советской 72, дробь 3 и дробь 4 с утра кипела работа. Траву, вымыхавшую за два месяца, скосил подрядчик, нанятый городской администрацией. Также на соседней Рязанской улице подровняли кроны деревьев, мешавшие обзору, и подрезали лишнюю растительность. Всем нравится, когда скошено все. Все убирает. А я даже, кстати, не заметила, когда скосили. К работам приступили сегодня после обращения жительницы 20 августа во время прямой линии с руководителем Пермской городской думы Дмитрием Малютиным. А высокая тропыльная трава, туда уже накидали мусор, много ковлоров, бумажка, не очень-то приятно там ходить. И еще там же напротив уже больше года лежит столб, который не выводят после ремонта электрической сети. Можно ли с этим что-то сделать? К настоящему моменту на месте ни высокой травы, ни бесхозного столба. Ведется работа и по пяти другим обращениям. Все они зарегистрированы в официальном порядке, переданы в работу территориальным органам и будут находиться на депутатском контроле. Городские власти напоминают, по всем вопросам вы можете обратиться напрямую к своему депутату, в администрацию в часы приема или позвонить в городской колл-центр по телефону 2-059-059. Юлия Рожкова, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». Самая успешная семья при Волжье живет в Пермском крае. В семье Абакшиных 22 ребенка и, возможно, не самый высокий доход среди населения Априками. Однако этот факт не мешает им воспитывать своих детей в любви и побеждать в окружных конкурсах. Ренат Гафаров продолжит тему. Самому младшему 11, а самому старшему 31. В семье Абакшиных из деревни Дайная 22 ребенка. Восемь из них уже живут взрослой, самостоятельной жизнью. В семье есть в том числе и принятые дети. Но для мамы Светланы Николаевны все они родные и любимые. 20 лет назад, когда у нас был один сын на тот момент, мы вдруг захотели с мужем, чтобы у нас были девочки. И мы взяли двух девочек, сестер. Абакшины являются постоянными призерами краевых районных мероприятий, где достойно представляют деревню Дайная Пермского края. Мы семья. И мы настолько понимаем друг друга не только словом, иногда даже просто взглядом. Конечно же, всегда друг друга поддерживаем. В этом году Абакшины стали лучшими в окружном конкурсе «Успешная семья при Волжье». За главный приз боролись 14 семей из всех регионов ПФО. Но победа досталась прикамцам. В Пермском крае земляков с победы поздравил главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников. Семья из Прикамья заняла там первое место. Вот сейчас мы с ними встретились. Это, безусловно, очень большая радость и почет, что на территории Пермского края есть семьи, которые удостаивают своих наград. Сергей Владимирович принял Абакшинах в региональный приемный президента. В качестве подарка вручил семье сертификат на покупку бытовой техники. А также исполнил давнюю мечту детей. Ребята получили возможность посетить Горьковский парк Перми и покататься на аттракционах. Ринат Гафаров, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». В Прикамье приступят к новым съемкам мистического сериала «Территория». Как выяснила Екатерина Рухтина, жители нашего региона также могут стать участниками его сюжета. Кого ждут и на какие роли, расскажем прямо сейчас в рубрике «Новости региона». Добрый вечер. Пять деревень в Пермском районе оказались отрезаны от цивилизации, разбитыми дорогами и отсутствием автобусов. Это Лепаки, Якунчики, Косогоры, Замараева и Шуваяты. Общественный транспорт к ним не ходит. В Пермь можно добраться только на своем авто. Но и дороги, ведущие в город, пришли в полную негодность. Сейчас, по информации Краевого Минтранса, администрация Фроловского сельского поселения готовит письмо в министерство о необходимости установки остановочных пунктов на съездах в деревнях. Для того, чтобы в дальнейшем запустить туда новый маршрут, необходимо провести ряд подготовительных работ. Как пояснили в министерстве, если федералы или поселения поставят остановки, район или депутаты Заксобрания края дадут денег на возмещение убытков от перевозок, они организуют автобусный маршрут. В сентябре в Пермском крае начнутся съемки второго сезона мистического сериала «Территория». Сериал рассказывает историю молодого парня Егора. Он вместе со своим дядей отправляется на север Пермского края на поиски родителей, которые пропали во время этнографической экспедиции. Сейчас ищут дублеров и артистов для массовки. В первую очередь нужны актеры на роли жителей деревни Мурзина – женщины, мужчины, бабушки и дедушки. Также для съемок в сентябре ищут дублеров. Съемки будут проходить в Горнозаводске и продлятся до декабря. В Чернушке началась подготовка ко дню города. Дата в этом году круглая. Городу исполняется 55 лет. День рождения Чернушки отмечается в первую субботу сентября и традиционно совпадает с Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Из-за сложной эпидобстановки массовые мероприятия решено не проводить. Праздник состоится в режиме онлайн. Также в День города пройдет торжественное открытие спортивных площадок в Азинском и у пруда детской площадки в сквере Петра и Февронии, Краевеческо-туристического центра в музее и студии техно-3D-форм в Центральной библиотеке. На этом у меня все. Приставка не только для развлекательного видео, но и для образовательных видеоуроков. При помощи сервиса от одного из телекоммуникационных операторов в Перми изучают даже хореографию. Как это работает, теперь знает и Егор Тверетинов. Балет на экране ноутбука. Для Генриха это не просто приятное времяпрепровождение. Для него это работа. Начинающий артист готовится принять участие в новой постановке. Важно не только ее станцевать, но и сыграть. Чтобы полностью вжиться в роль, надо узнать о балете больше. Вживается в роль наш герой с помощью видеосервиса ВИНК от Ростелекома и раздела Академия в нем. Кроме истории балета, там же можно найти подборку документальных и научно-популярных фильмов, познавательных телеканалов и даже аудиокниг. Сразу после онлайн-теории – практика. В видеосервисе ВИНК Академия собран контент для всех возрастов. И особенно это актуально именно сейчас. Особенно это актуально накануне учебного года. Теперь к лицею добавлен в видеосервисе ВИНК раздел Академия. Здесь очень много интересного контента по истории, литературе, искусству, а также точным наукам. Коллекция Академии у нас будет постоянно расширяться. Приложение ВИНК можно установить на любой гаджет, потребуется номер телефона или адрес электронной почты. К одному аккаунту можно подключить до семи устройств одновременно. В приложении можно смотреть прямой эфир любимых телеканалов, фильмы и сериалы в цифровом или HD-качестве без рекламы. Начав просмотр того или иного ролика дома на телевизоре, вы легко сможете продолжить его просмотр на смартфоне в транспорте. Егор Тверетинов, телекомпания «Ветта». Следите за новостями вместе с нами. Спасибо, что провели это время с телекомпанией «Ветта». Я, Антон Шибанов, на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и приятного вечера. Продолжение следует...